Друзья, мы у нас в гостях победительница проекта 4 свадьбы Анастасия Царева. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! Ура! И Анастасия из Красноярска. Да. Свадьба ваша победная была здесь у нас в городе? Да, в Белом замке. Да, вы что? Итак, давайте поговорим, как вообще вы решились на этот проект пойти? Вы смотрели его до этого? Нет, я не смотрела, мне муж, будущий муж сделал предложение и начали вылазить всякие предложения там про свадьбы, про кастинги. И я случайно заполнила и случайно прошла. Интересно. Не особо-то и хотелось. Ну, то есть планов не было. Я камеру-то люблю, я хотела как бы. Но я думала, мы вместе будем, я думаю, это шоу про свадьбу. Оказалось, шоу про невесту. А меня одну забрали, я как расстроилась, думаю, блин. А то есть там суть-то в том, что не вся семья участвует в съемках, да? А только невесты. Да, это шоу о женском характере. Расскажите коротко, значит, что нужно было от невест? Мы летали друг к другу на свадьбы и оценивали место проведения, банкетное меню и платье по десятибалльной шкале. Так. Вы куда летали? Вы в итоге куда летали? Я летала в Москву, была свадьба в Уфе и в Ростове. В Ростов нас не пустили на свадьбу. А как это произошло? Это была армянская свадьба, там обещали 150 человек, но сказали, что в съемочной группе нельзя снимать. Подождите, а невеста об этом не знала, что ли? Ну, потом мы с ней разговаривали. Конечно, она говорит, я знала, я предупреждала, но надеялись, что там как-то мы попросим. И мы просто три дня в Ростове на... О, я! Узнала себе. Это наша свадьба как-то. Да, это мой муж. А в чем смысл тогда было участвовать в проекте, если съемочную группу не пускают? Я не годовала, я вообще. То есть вы так и не попали? Нет, я пришла... Вы мне объясняли, просто сказали, все, неизвестно. Но невеста автоматически, получается, проиграла? Нет, она участвовала, она еще наставила, она хотела выиграть, потому что у нее была красивая свадьба, она показывала видео. А, то есть вы должны были пооценить по левому видео, которое сняли отдельные какие-то люди? Да, но она потом видео уже показывала, когда Яну Ли выставила. Я говорю, я нет, я не была. Она нам отдала бутылочку вина и конфеты. Ага. Мы сидели на остановке в Ростове в этом. А, то есть вы погуляли на ее свадьбе только на ростовской остановке, значит, с конфетками? Да, да. Это сережка Вишняков, да, у вас тут стоит? Да. Это искорки, это вот все красивое. То есть у вас какие оценки были? Вы видели, Настя, ваши бланки, что вам выставляли? А когда мы выиграли, меня убрали из студии, я не видела, к сожалению, оценки. Но мне почему-то говорили, что там и два балла выставляли, хотя у нас от лучшего ресторана было и банкетное меню. Ну, из десятибалльной шкалы, там, два черепа... То есть участницы, три участницы, которые побывали на вашей... Крысы! Настя, это прекрасно. Сейчас можно говорить все, что угодно. Слушайте, значит, три участницы прилетели на вашу свадьбу, вы их кормили, поили, то есть они были полноценными гостями на вашей свадьбе. Да, вот это за наш счет. Вот это, да. Это как мои гости, как подружки. Ну, понятно. Ну, не очень-то. И подружки не от всего сердца. Как они себя на свадьбе вели вообще? Я сказала, что я их убью, если будут портить мне свадьбу, и они тихо вели. Тихо сидели в углу. А бывает, что сговор случается, и они пытаются как-то себя... Ну, девочки смотрели предыдущие вообще выпуски, говорят, там бывает жесть. Я не хотела никакую жесть. А сама съемочная группа, продюсеры этого проекта, они не просили устроить что-то, чтобы, ну, было зрелищнее? Ну, на моей свадьбе нет, а так, конечно же, да. Были какие-то специальные задания, которые нужно было перед камерой реализовать? Ну, конечно, да, типа, то-то, а сделаешь это. Я говорю, я, конечно, сделаю. Я говорю, я хочу все эфирное время. Слушайте, ну, а вот вообще, участие в таких проектах предполагает, что вам, все-таки будут вами режиссировать, сценарии для вас придумывать, чтобы вы исполняли то, что хотят от вас телевизионщики? Не, ну, там же обговаривала, что свадьба как бы будет вот как мы хотим, вот как мы заявили, так и будет проходить. А то, что будет на других свадьбах, это уже непонятно. И после первой свадьбы, которая была подставная, я думаю, боже, а куда я попала? Какая свадьба была подставная, расскажите. У Юлианы с каким-то, там, актером. Юлиана из какого города? Москва. Вот эта московская свадьба, на которой вы побывали? Да, ну там просто... Туда распустили. Да. А как вы поняли, что она подставная? Да потому что у ее мужа был парень, там, вообще, все мне это не нравилось. Заявили 5 миллионов, был Джигурда, там свадьба не пахла 5 миллионами. Я просто понимаю, что это бартерная свадьба в каком-то, вообще, в торговом центре была. Обещали 5 миллионов. И все, я расстроилась. Ты сегодня был? Был, был. Настоящий? Молитвы читал какие-то. Ну, это тогда точно был он. И у каждой свадьбы, перед тем, как вы туда поедете, заявляется бюджет свадьбы, да? Вот у московской 5 миллионов. 5 миллионов. А вашей? У нас миллион. У вас миллион, и Уфа было, и Ростов. 60 тысяч Уфа. 60 тысяч? Это из гостей только вы, участницы проекта, были там? Нет, там было человек 40, они как-то, ну, еще хорошо умудрились сделать. Ну, и как выглядит свадьба за 60 тысяч? Расскажите нам. А там суп был. Ну, расскажи подробнее, ну как, 60 тысяч это... Там в стиле маскарад, ну, нас как бы встречали вроде аниматоры, такое начало обещающее было, ну, как... Да, как? Банкет такой, ну, как это, как поминки. Банкет как поминки перевожу, так, хорошо. Перевожу. Ну, знаешь, поминки тоже сейчас недешево. Ну, год 60, наверное. Ну, а развлекательная программа уместилась в 60 тысяч рублей? Ну, там сестра пела, ведущий, молодой парень, ему лет 16, наверное, начинающий. Это, знаете, наверное, как вот те свадьбы в 90-х в квартирах, я если вы... А, вы не помните, вы сильно маленькие. Ну, почему мы так по рассказам, по фоткам. В квартирах, там, значит, и сами свидетели, это, значит, подружка и друг, они были ведущими свадьбы. Москва слезам не верит, где через все комнаты стол проходит. Да, 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 вроде того. Вот примерно так. Знаете, у вас, как у победительниц, тоже был какой-то приз? Да. Нереальный какой-то. На айфон хватило. А, все, да? 150, да. Ну, вот в целом, какие у вас остались впечатления после участия в этом проекте? Вот сейчас такое послевкусие, это было интересно. Когда я была в процессе, я вообще негодовала. Говорю, это очень энергозатратно, мне приходилось там ругаться с Юлианой, а она еще та актриса. Она, уберите эту сумасшедшую про меня. Я говорю, это про меня? Она говорит, она меня ударить хочет. Я думаю, а вот сейчас-то реально охота. Ну, и она просто играла, а я не люблю такое. У меня как бы очень много там сил осталось. Очень странная какая-то у нее была, да, тусовочка? Да, 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 она шоу делала. Ну, не знаю еще. А можно сейчас где-то уже посмотреть этот выпуск? Да, конечно, 26 выпуск. О, 26 выпуск, 4 сайта смотрите. Запомните, если не видели, то обязательно посмотрите, потому что там наша гостья, она же Анастасия Красноярка и свадьба была в Красноярске. И что более всего нам приятно то, что свадьба-то стала победной. Так получается, что мы уже спойлернули тем, кто не смотрел этот выпуск, что Анастасия выиграла. Ну и что, зато теперь будет дополнительный мотив и аргумент посмотреть. В общем, на такие проекты попасть абсолютно реально. Да, и очень легко. И в эти города, в которых были другие свадьбы, съемочная группа за свой счет возила невесты или нет? Да, три невесты и еще шесть человек съемочной группы, мы все летали вместе. А какая периодичность была? Да, и мы еще проживали там, снимали там. Какая периодичность? Это же не в одну неделю? Две недели. Две недели? За две недели четыре свадьбы, получается. Ну, там, в начале октября начали, потом еще в конце октября, куда нас не пустили, в Ростов, причем такая длинная дорога, мы туда потратили дня три. Мы все три мамы, кстати, летали в Ростов, у нас дети дома остались. А потом моя в ноябре, в середине, в мой день рождения, и в конце ноября была последняя свадьба, и мы сразу отсняли финал. Получается, всем нужно было подстроить так, чтобы в эти две недели вместиться по датам свадьбы? Ну, там как-то изначально уже, в день знакомства, мы уже знали, когда будет свадьба у нас. Прекрасно. Кстати, вас еще раз поздравляем. Вот, если хотите попасть в какой-нибудь крупный телевизионный проект, то... Заполняйте анкету. Заполняйте анкету, да и знаете, что это вполне реально. Но мы вам все-таки рекомендуем начать с нового утра на ТВК. Пока.